В Ненецком округе продолжается капитальный ремонт жилых домов. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональных программ, было запланировано отремонтировать 16 многоквартирных домов в 2021 году. О ходе выполнения работ расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Первый капитальный ремонт дома номер 9 по улице Россихина проводился еще в 2015 году. Тогда заменили фундамент здания, так как он начал сгнивать. Позже пол в некоторых квартирах первого этажа заметно покосило. Рабочие пришли еще раз и все заменили. Однако некоторые проблемы все же остались. Вот с 16-го года неоднократно мы писали и лично я писал и губернатору, и мы собирали полностью список, отправляли в прокуратуру, в жилищную контору. Ну, капремонт не обращались, вот в эти организации обращались. И мы даже, я в этом году даже, когда я ходил в 19-м году, мне сказали пойти в капремонт, это управление, посмотреть, там должен прийти план на строительство. Да, я пошел, оказывается, посмотрел, ознакомился с этим планом. Было приятно, что наш дом поставили на очередь на ремонт. Однако тогда дом поставили в план капитального ремонта только на 2030 год. Жители были обеспокоены, что здание не выстоит до плановых работ. Тогда вновь решили отправить письмо с просьбой о переносе капитального ремонта. Жители услышали. Стало красивее, стало уютнее. И будем надеяться, что будет, и зимой будет тепло. И нам очень приятно с этого, да. Мы не ожидали, что сделают нам ремонт в этом году. Потому что это пандемия, как говорится, что подкосила нас с 19-го года, вот как раз в 21-м году сделали. Ну, хорошо сделали. Да, будем надеяться, что в дальнейшем будем жить в теплых квартирах. Ремонтные работы начались в мае. Была отремонтирована крыша и фасад. Утеплено чердачное перекрытие. Заменены системы электроснабжения и газоснабжения. Проведен косметический ремонт в подъездах. Дом уже принят комиссии. Граждане уже довольны. Высказывают свое спасибо за капитальный ремонт. Уже отметили, что дома стало тепло. За ходом капитального ремонта дома номер 28 по улице Нефтяников пристально следили жильцы. Я сам 27 где-то лет в строительстве отработал. Ребята отработали хорошо. Особенно мне понравилось, вот Леша делал канализацию, то есть, ну, практически, ну, на три часа. Он все подготовил, на три часа отключил, а это весь, сами знаете, жизненный канализации. Ну, а так зима покажет. А вообще, ну, хорошо отработали. Ремонтные работы начались с замены и утепления фасада, крыши чердачного и цокольного перекрытия, вплоть до замены пола в квартирах первого этажа. Также были заменены системы водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Также необходимо отметить, что облицовка фасада из деревянной вагонки покрыта не обычной краской эмалью, а специальным лессирующим антисептиком, который позволяет защитить древесину на длительное время от гнили, ультрафиолетового излучения и других факторов. На сегодняшний день окончены работы по капитальному ремонту 11 домов. В стадии завершения находятся еще четыре многоквартирных дома в городе и поселке Искателей. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал Север.